Всем привет! Это рубрика «Пустые баночки». У меня сверлят соседи, у меня работает вентилятор. Надеюсь, что вы хоть что-нибудь услышите. Итак, пустые баночки. Я постараюсь рассказать все максимально коротко, потому что их очень много. И я, честно говоря, смотрю на это количество сейчас и не понимаю, как мне все это уложить, не убежать куда-то в своих размышлениях. Постараюсь про каждую баночку рассказать коротко и по делу. Поехали! На самом деле, этой рубрики у меня на канале не было по одной простой причине. Я забываю хранить пустые баночки. И как-то раз, наверное, пару лет назад мне удалось скопить большой пакет, и Петя их выбросил. Первое, что я достала из пакета с пустыми баночками, это Эликсир G от бренда Bemetic. Довольно давно, довольно долго у меня это средство. Я его использовала в течение продолжительного периода времени, курсами, периодами, переставала, возвращалась снова к этому средству. Если коротко, то это средство мне понравилось, как и все, что от этого бренда я пробовала. Это Эликсир. Мне кажется, что это больше такое средство в формате тоника. Это такой густой тоник с распрыскивателем. Я использовала его с ватным диском и наносила на лицо после умывания. Здесь довольно-таки активный состав. Можете почитать в интернете. Кислоты и какие-то суперактивные растительные компоненты. Мне показалось, что это средство очень рабочее. Оно шлифует кожу. Буквально это просто эффект фотошопа. Конечно же, в первую очередь, это отшелушивание, работа с воспалениями, антиэйдж, антиакне. Супер многофункциональное средство. Мне очень понравилось. Рекомендовать могу эффект на лицо. Следующее средство. Это средство от бренда Scientist in Love. Пенка для умывания. Бренд из Новосибирского академгородка. Я пробовала их всю линейку средств. И, честно говоря, все мне понравилось. Это достаточно такие бюджетные, но в то же время классные средства. С классными составами. С классной вообще идеей. Супер мягкие, во-первых, средства, которые подходят абсолютно всем. Вот это средство, повторюсь, пенка. Мне она подошла на утреннее очищение и умывание, так как это такая прям воздушная, невесомая текстура, которая, мне кажется, идеальна как раз-таки на утро. На вечер я люблю использовать что-то более конкретное. Утром с какими-то слабыми небольшими забрязнениями это средство очень хорошо справлялось. Средство у нас с овсяными аминокислотами, с провитамином В5, с экстрактом магнолия. Смягчает кожу, насыщает полезными веществами. Ну, пенка и есть пенка. Здесь много не сказать, действительно хорошее, неплохое, мягкое, очищающее средство для умывания. В целом, со своими задачами она справлялась, мне понравилось. Следующие два средства. Следующее, точнее, одно средство в двух экземплярах. У меня было целых две баночки. Настолько этот крем мне понравился. Это пептидный крем от бренда Comfort Zone. Честно говоря, бренд Comfort Zone мне знаком уже очень давно, но никогда не было такого, что этот бренд как-то был у всех на слуху и действительно заслуживал какого-то особого внимания. Но в последнее время, возможно, маркетинг, возможно, что-то еще. Но этот бренд, если можно так сказать, выстрелил, он очень большое внимание привлекает к себе. Я также с этим брендом сотрудничала, что составляет некую мою гордость, потому что бренд реально очень классный. Я посмотрела на него другими глазами и средства, которые я попробовала из вот этой вот линейки Skin Regimen, мне понравились все. Это был крем, это была сыворотка, до которой мы еще с вами дойдем, и это была пенка. Очень классный крем с пептидами. Это анти-эйдж эффект вместе с эффектом защиты нашей кожи от стресса. Также этот крем имеет очень такую интересную функцию, как понижение температуры градуса, температуры нашей кожи на 1 градус. И как раз таки это позволяет нашей коже активнее сопротивляться стрессам. Для жителей мегаполиса, для жителей каких-то солнечных регионов. И в целом на летнее время, мне кажется, это идеальный крем. Я много про него говорила, я его использовала в своих отпусках, в своих поездках. В моменте, когда на кожу воздействовало большое количество стресс-факторов, солнца, недосып, питание, смена часов поясов, этот крем показал себя прекрасно. Да, минус этого крема, это, конечно же, стоимость. Дальше резкое такое переключение, так скажем, два вот таких вот обертывания от Mixit. Это уже мои миллионные банки, я постоянно покупаю эти обертывания, мне очень нравятся. Во-первых, все обертывания мне нравятся, это реально рабочая схема. Это вот горячее, это холодное. Они реально работают. Если не лениться, если совмещать обертывание с каким-то улучшением режима питания, спортивным режимом, то это реально будет давать эффект. Это очень хорошее такое дополнение для улучшения микроциркуляции, для улучшения рельефа, для уменьшения объемов. Конечно, чудо они не сделают при неизменном, так сказать, режиме вашей жизни, но как дополнение очень люблю. Заказала уже новые банки, они ко мне едут. Супер, супер бюджетное, кстати, средство. Следующая пустая баночка, это Le Picard La Roche-Posay крем для тела. Очень хороший базовый крем для очень сухой кожи. Такая приятная у него молочковая текстура, он классно увлажняет, питает, смягчает. Мне кажется, что многие про этот крем слышали, он не нуждается в представлении. Реально идеальный увлажняющий крем для тела, для сухой кожи и для чувствительной. Классный крем. Знаете, как я люблю средства для роста волос, и вот это средство я, наверное, выброшу. Такое редко у меня случается, но оно мне абсолютно не зашло. Хотя это тоже бренд Mixed, это маска с перцем для кожи головы, активатор роста волос. Выбрасываю, потому что все очень просто. Она не разогревает кожу головы, и на моей голове эффект не столь ярко выражен, как от аналогичной маски от бренда Compliment, про которую я тоже часто говорю. И ее таки я как раз использую. Следующее средство это тоже от бренда Scientist in Love, Новосибирский академий городок. Бренд, кстати, разработан учеными, не помню, говорил или нет. Мне очень нравятся такие концепции умной косметики. И, кстати, если отступать в сторону, то у нас сейчас реально из российских производителей очень много стоящих новых брендов, которые заслуживают внимания при достаточно бюджетной стоимости. Scientist in Love один из них. И вот этот гель для умывания мне тоже очень понравился. Он тоже супер мягкий. Такое средство, которое, мне кажется, сейчас уже должно быть у каждого. То есть это супер мягкое очищающее средство. Мы постепенно отходим от каких-то скрабирующих, моющих до скрипа пенок и переходим на вот такое вот мягкое очищение. Я на самом деле стараюсь очень быстро обо всем рассказывать, потому что у меня все еще огромная куча пустых банок. И поэтому, наверное, возможно, многим покажется, что я очень быстро говорю, но, к сожалению, выбора у меня нет. Или можно было сделать две части, но я уже решила сделать одну. Следующее средство – мой любимый шампунь от NOA. Те, кто подписан на мой телеграм-канал и те, кто смотрел мои старые видео, знают, что я очень люблю это средство. Очень нравятся мне средства этого бренда. В частности, конечно же, этот шампунь. Это увлажняющий шампунь. Здесь 350 мл. Бренд сделан в Тель-Авиве. Очень классный шампунь. Тоже не буду много про него говорить. Классно увлажняет волосы. И пробовала его менять на другие средства. Всегда возвращаюсь именно к нему, потому что моим волосам он подходит больше всего. Очень классно промывает, увлажняет. Волосы действительно более гладкие, более здоровые, более живые. Так что, если ищете какой-то новый шампунь, присмотритесь к шампуню бренда NOA и вообще ко всей линейке для волос от этого бренда. Еще одно средство, которое я покупаю раз за разом. Тоже писала про него в своем телеграм-канале. Надо проверить, может здесь еще осталось. Нет, к сожалению, нет. Очень тоже много говорила про этот крем. Это мой любимый крем для век. У меня уже стоит новая баночка. Всего я попробовала три упаковки этого крема. Это бренд ELISE OF SKIN. Многофункциональный крем с пептидами, с омега-кислотами, с бакучолом, витамином С. Мне кажется, что только бренд ELISE OF SKIN может смешать несмешиваемое. И из этого получится реально рабочий продукт. Это очень классный крем. Он действительно преображает кожу век. Он заставляет кожу проснуться. Он снимает отеки. Он разглаживает мелкие морщинки. Он как будто бы, ну реально, не буду говорить, что молодит кожу. Да, естественно, это тоже такое субъективное понятие. Но он кожу разглаживает, осветляет. И как-то, знаете, комплексом на нее воздействует. Вот вы не можете сразу сказать, что изменилось. Знаете, на самом деле, про все кремы для век примерно прочитать можно одно и то же. Обещания производители нам дают очень похожие. Но с точки зрения выполнения я эффект увидела только от бренда ELISE OF SKIN. Все кремы с похожими функциями, с похожими обещаниями, которые у меня до этого были, они работали не так хорошо, как вот этот крем. Минус, конечно, это цена. Но если вам за 30 и вы ищете какое-то хорошее средство, в которое вы хотите вложить деньги и увидеть результат, то могу смело рекомендовать именно этот крем. Интересное средство, про которое тоже хочется рассказать, это такой нашумевший продукт от бренда DALBO. Бренд DALBO это тот бренд, который максимально вложился в маркетинг. Это просто средство, о которых даже если вы не хотите знать, вы узнаете. Потому что абсолютно все блогеры рекламируют косметику бренда DALBO. Блогеры ее хвалят, обычные пользователи ее ругают. Я решила проверить, у меня от этого средства не было ничего, кроме патчей, потому что мне нужны были патчи. Я решила попробовать именно DALBO. Что хочу сказать, это действительно неплохие патчи, это не какие-то уникальные патчи. Отличительной чертой этих патчей является то, что их нужно носить около 40 минут и снимать после того, как они приобретут прозрачный цвет. Потому что они белого цвета, вы их наносите, носите 40 минут, они становятся прозрачными. Обычно нам говорили, что патчи нельзя долго держать на лице, так как они начинают впитывать влагу из кожи обратно. Здесь же мир перевернулся, и мы наоборот носим патчи дольше, чем обычно. Действительно, после того, как вы 40 минут проносите эти патчи, они дают классный эффект. Они классно кожу выравнивают, натягивают, разглаживают все морщинки, напитывают. Такой пламп эффект, конечно, мы всем понимаем, что это эффект временный, но почему бы и нет, почему бы и не насладиться таким эффектом хотя бы на время. В общем, патчем я ставлю 4 из 5. В общем, эти патчи я больше покупать, наверное, пока не буду. Возможно, на скидках возьму в золотом яблоке. Но пока что я взяла другие патчи, которые стоят в 2 раза дешевле, и нравятся мне ничуть не меньше. Средство, которое я повторяла много-много раз на протяжении нескольких лет. Флаконов, наверное, 5-6 я точно использовала, но больше его использовать не планирую, потому что это масло, это гидрофильное масло от The Act, оно очень испортилось в последнее время. Как мне кажется, что-то в нем изменилось, и оно перестало эмульгироваться. Оно перестало превращаться в молочко, эмульгирование очень важная функция для гидрофильного масла, и оно перестало хорошо смываться с лица. Остается макияж на лице, остается само масло, появляется какая-то жирная пленочка, в общем, что-то изменилось. До этого, повторюсь, оно было нормальным, я его использовала. Следующее средство, мне про него как-то как будто бы мало что есть сказать, потому что это средство такое достаточно невнятное. Средство из линейки с бифидобактериями, которое мы все прекрасно знаем, я думаю, что все знакомы с этой серией, от бренда Manio, это их самое известное, самое главное, такой, так сказать, хедлайнер этого бренда. И, конечно же, я использовала сыворотку, та сыворотка, которая является самой нашумевшей сывороткой этого бренда, и тонер. Так вот, тонер, наверное, я не могу рекомендовать именно в силу того, что это средство является для меня таким максимально базовым, максимально легким. Это жидкий тонер, который я использовала с ватным диском, наносила на лицо после умывания для такого этапа тонизирования и до очищения. В целом, с этими задачами он справляется неплохо, но, повторюсь, очень сложно увидеть какой-то ярко выраженный эффект от тонера, потому что мы всегда используем следующие этапы, следующие средства, которые, как правило, более эффективные, более активные, концентрированные. И вот этот вот тоник, он в целом неплохой, но я не могу его рассматривать с точки зрения какого-либо эффекта. Если вы пользовались этим тоником соло, поделитесь в комментариях, как вам результат. Возможно, вы смогли его раскусить лучше, чем я. Следующее средство тоже из разряда, повторяю, буду повторять, у меня уже много-много таких пустых баночек было. Это гидрофильный бальзам от Vanilla & Com. Такой расходный материал, гидрофильное масло, то, что очень быстро расходуется, то, что максимально неэкономичное. Но, к сожалению, пока аналогов этому средству я не нашла, потому что оно очень хорошо, очень качественно, очень тщательно очищает лицо от макияжа. Я его обожаю, я его заказываю. Если найду какую-нибудь альтернативу, обязательно с вами поделюсь или вы со мной поделитесь. Потому что, вы знаете, для меня гидрофильное масло, повторюсь, это такое средство, в которое не хочется вкладывать какие-то большие суммы, потому что оно супер быстро тратится, супер неэкономичное, и оно у нас на лице не остается. Основная его задача – это хорошо очищать кожу и смывать макияж с нашего лица. И вот это вот средство по соотношению цена-качество меня очень устраивает. Классика, классическая классика – это COSRX Low pH Утренний гель для умывания. Такое, мне кажется, базовое средство, тоже очень многие про него знают, я уверена, средство для утреннего очищения кожи. Подойдет, мне кажется, тоже абсолютно всем, но опять же на утро, вечером все-таки будет справляться не так хорошо, если вы наносите макияж или SPF. Хорошее, мягкое, увлажняющее, нежное, деликатное, умывающее средство для умывания. Повторять, наверное, не буду, и так очень много раз его повторяла. Сейчас пока использую более современные, так сказать, более новые, актуальные средства. Тоже Scientist in Love, как мы помним, бренд из Академии Городка Новосибирского, супер мягкий, супер базовый тоник. От этого бренда у меня есть еще активный тоник с кислотами, он у меня пока еще стоит, пока он у меня не прижился, если честно. Вот этот вот прижился лучше, поэтому он и закончился. Тоник с троксирутином с провитамином В5, с экстрактом толокнянки. Этот тоник, я думаю, что подойдет, он направлен на выравнивание тона, на укрепление капилляров. Мягкий, практически без запаха, практически, да, без запаха, водичковый тоник. Повторюсь, мне, к сожалению, ничего не могу с собой поделать, мне реально сложно давать оценку тоникам. Сейчас, на данном этапе жизни, я тонику уделяю меньше внимания, и поэтому вот такие вот простые, базовые, универсальные, никак не конфликтующие с активами, без побочных эффектов, без каких-то активных компонентов, тоники мне очень-очень нравятся. Средство из разряда ухода за волосами. Тоже не первая баночка. Это Sparkling Scalp Bubble Tick от Maisel. Очень тоже некогда популярное средство. Тиктоки и прочие социальные сети были полны видео с этой текстурой этого средства. Она у него очень интересная. Это скраб для кожи головы. На самом деле средство неплохое. Пенящийся скраб, который не имеет каких-то частичек, но за счет активного состава, за счет вот этой вот потрясающей феноменальной текстуры, он действительно классно холодит кожу. Здесь еще ментов составит всякие кислотные компоненты, охлаждающие компоненты, стимулирующие компоненты. Но эффект, мне кажется, был именно за счет вот этой вот текстуры, которая шипит, которая взрывается и, конечно же, обеспечивает массаж кожи головы. Плюс еще вот эта вот насадка, как мне кажется, совершенно бестолковая. Она супер жесткая, она очень неприятная. Она очень неприятная. И для того, чтобы выдавить средство, нужно очень сильно на нее давить. Когда вы на нее очень сильно давите, голове, конечно же, неприятно. Поэтому я выдавливала средство сначала на руку и потом уже наносила на волосы. А в целом, если не обращать на это внимание, средство рабочее. И минусом является, наверное, только его расход. Очень быстро расходуется, очень небольшое здесь количество. Мне одной банки хватало, наверное, раз на 6-7. Что, как мне кажется, маловато. Дальше у меня здесь сыворотка Skin Regimen. Это гиалуроновый бустер. Супер увлажняющая, супер мощная, концентрированная гиалуроновая кислота. Comfort Zone бренд, повторюсь. Очень шикарное средство, если у вас сухая кожа. Если у вас, да, абсолютно любая кожа, на самом деле гиалуроновая кислота это то, что нам всем необходимо. Очень классно работает, если вы наносите это средство на влажную кожу. Вы потом закрываете каким-то подходящим вам питательным кремом. Лицо просто вау. Очень увлажненное, очень напитанное. Здесь несколько видов гиалуроновой кислоты. Разные молекулярные массы, разные слои кожи затрагивает. Средство крутое, но повторять его не буду. Мигу Хара ультра вайтнинг крем. Вайтнинг крем. По-моему здесь был экстракт ромашки и экстракты осветляющей кожи. Крем был заявлен как легкий, но он оказался питательным. Он мне очень понравился. Тестирование этого крема у меня выпало на зимнее время. И у нас случился идеальный мэтч. Идеальное попадание. Он очень классно кожу питал. Защищал от морозов. Именно за счет своей текстуры. За счет, по поводу компонентов и отбеливания, сказать не могу. Потому что тестировала его зимой. И каких-то следов пигментации у меня на это время не было. А вот и тоник от Мигу Хара. Из этой же линейки. С осветляющим воздействием. Честно говоря, когда я увидела количество этого тоника, а его объем, я подумала, что, блин, куда мне его девать. Я столько не использую. Мне было очень жалко. Здесь у нас целых 400 мл. И все. До последней капли я израсходовала. Мне он очень понравился. Понравился именно своими вот такими вот нейтральными, классными, очищающими, тонизирующими свойствами. Он очень классно кожу пробуждал. Тонизировал. Удалял какие-то остатки загрязнений. Утром, вечером его использовала. Очень классный, базовый, увлажняющий, хороший тоник. Могу смело рекомендовать. Следующее средство это витамин С от Таймлесс. И ему, наверное, я могу сразу поставить плохую оценку. Именно из-за того, что у меня в первые же дни применения сломалась упаковка. И, соответственно, средство очень быстро пришло в негодность. Я не смогла его по достоинству оценить. И, в общем, ничего, наверное, хорошего не могу сказать. Средство такое, достаточно активное. Я бы даже сказала, очень активное. Здесь 20% витамина С. Фируловая кислота, витамин Е. Оно на коже ощущается. Это компонент суперактивный. Я его побоялась, конечно, использовать как-то долго. Потому что, повторюсь, вот упаковка сломалась. Почему? Непонятно. Просто отрезнул пластик. Легкое такое покалывание оно давало. Но, честно говоря, в долгосрочной перспективе оценить не смогу. Отчасти именно из-за того, что не использовала в нужном количестве, в нужном объеме. Еще два средства от La Roche-Posay. Тоже люблю этот бренд. Первый – это крем для уплотнения кожи. Второй – это крем для рук. Крем для рук мне очень понравился. Он супер такой плотный, супер восстанавливающий. Очень питательный. Но в то же время легкий. Никакой пленочки не оставлял. Зимой его использовала. Было все супер. Он еще у нас с неоцинамидом, глицерином. И он классно устанавливает защитный барьер кожи. В холода его использовала. Была очень довольна. Второй крем уже не такой классный, как предыдущий. Это крем, кстати, он достаточно дорогостоящий, уплотняющий кожу. Он дает визуальный эффект. Но эффект в долгосрочной перспективе не такой выраженный, как в моменте. Наверное, за это минус. Крем был призван именно уплотнить кожу. У него такой супер ярко выраженный анти-эйдж. По словам производителя, опять-таки, который нам обещает супер плотную кожу. Я заметила действительно такое уплотнение, натягивание, эффект лифтинга в моменте. Мне кажется, что за счет такого состава, чуть более направленного на декоративные функции, нежели на действительно какие-то долгоиграющие, так скажем. Единственное, что он действительно плотноват. Он такой тягучий. Его неудобно выдавливать из упаковки. Тут даже, наверное, еще что-то осталось. Просто я уже устала его выдавливать. Очень плотный. Повторять не буду. Крем для век. Лерош-Позе из этой же линейки. Супстиан. Повторять не буду, но сложно мне что-то хорошее про него сказать. Поэтому, наверное, он мне не понравился. Следующий бренд, до которого, наконец-то, я дошла. Бренд SKD. У меня несколько средств этого бренда. И вот это средство я использовала очень с большим удовольствием. Оно мне очень понравилось. Сыворотка с ретинолом, коллагеном. Здесь у нас липосомальные компоненты, липосомальный ретинол. Маленькие молекулы проникают вглубь кожи, улучшают эластичность. Как мне кажется, это средство идеально подходит для именно повышения эластичности кожи. Ретинол здесь, поскольку здесь больше именно акцент на коллаген. Классное средство для увлажнения. Классное средство для питания. Сыворотка имеет такую тягучую, молочкообразную, плотноватую консистенцию. И цвет, соответствующий вот этому цвету. Я использовала вечером, так как здесь все-таки заявлен ретинол. Хоть я использовала его зимой, но в вечернее время суток. На утро кожа была действительно очень приятная, очень подтянутая, разглаженная. Уменьшалась жирность. Классо выглядело таким свежим, натянутым, менее отечным. В общем, средство мне понравилось, хотя абсолютно никаких не было ожиданий. Новый корейский бренд, которых сейчас развелось огромное множество. Но мне понравилось. Еще есть у меня от этого бренда другие средства, которые пока еще не закончились. Знаю, что сейчас очень хайповая маска у них вышла, которую нужно держать несколько часов. И она тоже творит с кожей чудеса. Надеюсь, что смогу ее заказать, потому что она везде sold out. Open Face лосьон с тремя видами салициловой кислоты. Мне нравится бренд Open Face. Мне нравятся их средства. Мне очень нравится вот эта сыворотка. Совершенно замечательный лосьон. Он, кстати, тоже многофункциональный. Его можно и на лицо, и на волосы, и, по-моему, даже на тело. Да, на декольте. Три формы салициловой кислоты. Прекрасно работает с жирностью, прекрасно работает с черными точками. Есть у меня еще одна баночка, так что, скорее всего, тоже скоро буду его использовать. Сыворотка, которую я очень давно хотела попробовать. Которая стоит достаточно много для того, чтобы быть хорошей. Но я не знаю, почему так получилось. Это действительно классный бренд FITO-C. Active Serum, их хит, хит этого бренда. Это шикарный состав, который, казалось бы, должен работать. Когда наносишь его на лицо, ощущаются покалывания, пощипывания легкие. Говорящие о том, что средство действительно такое концентрированное, насыщенное, активное, рабочее. Но почему-то, кроме вот этих вот эффектов, на моем лице в долгосрочной перспективе не случилось ничего. Я не знаю, как так вышло, но я не заметила эффект от этого средства. Может быть, я как-то невнимательно смотрела, и я ожидала какого-то большего вау-эффекта. Его у меня с этим средством не было, и даже я его как-то не сразу смогла закончить, потому что рука к нему не тянулась. Вот. Но знаю, что многим это средство нравится, поэтому напишите в комментариях, если вы его пробовали. Я устала. Но надо продолжать. Маска On Me. Боже мой, этой маске очень много лет. Я наконец-то и решила от нее избавиться, потому что у нее уже выходит срок. Поначалу она мне очень нравилась. Это маска со скваланом, которая восстанавливает защитный барьер кожи, натуральные ингредиенты. Но впоследствии я поняла, что не тянется у меня к ней рука. Хотя сквалан, церамиды очень классный состав, очень классное назначение. Это как бы для чувствительной кожи, для кожи с раздраженным барьером и т.д. Но рука перестала к ней тянуться. Не совсем мне нравится, как она смывается с кожей, какой оставляет финиш. Такой немножко маслянистый. Что свойственно, конечно, натуральной косметике. Вот. Плохого ничего про нее говорить не могу. Просто вот выбрасываю. Еще выбрасываю абсолютно новое средство. Это миниатюрка супер нашумевшего крема. Это санскрин с сияющим эффектом от Supergoop. Supergoop это очень известный бренд в Америке, за рубежом, на Западе. Мы, наверное, увидели в зарубежном ТикТоке, в зарубежных соцсетях. Блогеры активно пользуются этими средствами. Я, конечно же, увидела и повелась. И очень захотела. И как-то мы были в Сингапуре проездом. Я купила это средство. Очень у меня были большие ожидания. Но когда я его нанесла на лицо, я поняла, что это не санскрин с сияющим финишем. Это просто хайлайтер в жидком виде на все лицо. Носить его на самом деле невозможно. Абсолютно жирная, сверкающая какая-то консистенция. Очень некомфортная для использования. Поэтому выбрасываю. Следующее средство это тоже бренд Манию. И их знаменитая серия с бифидобактериями. Бифидобиом Аквабарьер Крем. Для тех, кто знаком с брендом Манию, знают, что с бифидобактериями у них там просто целый лес средств. И в них реально можно запутаться. Вот этот вот крем, он не из их основной как бы линейки. А это такая более легкая версия, более гелевая версия. И я его использовала летом. Что хочу сказать. Мне крем понравился. Он очень легкий, очень базовый, очень такой нежный. У него кремово-гелевая текстура. Он не оставляет никакой жирной пленочки, никаких неприятных липких каких-то ощущений. Очень приятное средство. На лето могу рекомендовать как средство с компонентом, таким компонентом как бифидобактерии. Если хотите внедрить их в свой уход для защиты барьера, для поддержки микробиома кожи. И если ваша кожа, например, жирная или если сейчас лето, рекомендую. Могу вообще смело-смело рекомендовать. Классное легкое средство, как основа под макияж, как завершающий этап вашего ухода. Очень классное. Я даже не знаю, продают ли сейчас вот эти средства. Это GM Solution, зимная пудра. Осталась у меня со времен корейского магазина косметики. Использую, люблю хорошую пудру. Классно очищает кожу в порционных таких мини-упаковочках. В США постоянно с собой беру в путешествия, в какие-то краткосрочные поездки. Использую как пенку, так и как скраб, как отшелушивание. Недавно была у косметолога и спросила, нужен ли мне какой-нибудь пилинг. Я никогда не делала пилинги у косметолога. И косметолог мне сказала, что мне они не нужны. Чтобы я попробовала энзимные пудры, если мне уж очень хочется эффекта пилинга. Я думаю, о, классно. Я как раз ее использую на регулярной основе. Чего я вам советую. На летнее время в качестве альтернативы кислотам, в качестве альтернативы отшелушиванию, скрабам. Энзимная пудра. Супер вариант. Не обязательно этого бренда. Можно абсолютно любого бренда. Просто как формат средства. Опять Альфа Контроль Клиеринг Тонер от Доктор Сьюрикл. Это средство контролирует уровень воспаления и высыпаний посредством регулировки выработки себума. И это средство одно из тех, которое работает на долгосрочную перспективу. То есть это не эффект в моменте. Это не какое-то средство, вы знаете, которое подсушивает кожу, которое матирует кожу. Это достаточно комфортный тоник, который при должном, длительном использовании действительно дает понижение выработки себума. Насчет воспалений мне сложно сказать, потому что у меня их не было. Но я думаю, что те, у кого есть какие-то единичные воспаления или акне, он с этим вопросом будет хорошо справляться. Очень много таких баночек у меня было. Это пудра Zero Sebum от Tude House. Пользовалась ими, наверное... Так, она полная. Как она попала сюда? Это полная пудра. Боже мой, чуть не выбросила. Ладно, хорошая, в общем, пудра. Она рассыпчатая, белая, светлая, без оттенка, матирующая. Классная. На лето идеально для жирной кожи. Вот, открыла, теперь буду пользоваться. На самом деле, в этом выпуске очень много средств, которые я постоянно повторяю, которые я очень люблю. И это одно из них. Это термозащита Vella. Пользуюсь ей на протяжении, наверное, года. Ничего другого мне не нравится, не хочется. Заказываю ее. Ее становится все сложнее и сложнее найти и купить. Поэтому нужно искать какую-то альтернативу. Но мне очень нравится эта термозащита. Она не утяжеляет волосы, не грязнит. У нее супер приятный аромат. Она придает мягкость волосам, гладкость. И делает волосы шелковыми. В общем, идеальное средство. Я ее обожаю. Очень вкусно пахнет. Она двухфазная. Просто, не знаю, для меня идеальная термозащита. Сухой шампунь Valery. Супер бюджетный. Драй шампунь. Блеск и сияние. Он мне понравился больше остальных бюджетных сухих шампуней. Потому что он действительно не делает из волос какое-то пыльное месиво. Не делает их слишком жесткими. Вы знаете, бывает такое, что волосы становятся очень жесткими. просто классно чистят волосы. И ничего лишнего. Мне понравилось. Я, скорее всего, еще раз куплю это средство. Следующее средство мне дал Петя. Сказал, чтобы я тоже про него рассказала. Это у нас мужская линейка. От Clorans Anti-Age крем для мужчин. Сказал, что очень ему нравится этот крем. И попросил порекомендовать сказать несколько хороших слов. Я так понимаю, что это питательный крем от морщин. У него такая плотная текстура. Я его тоже тестила. Ну, как сказать. Смотрела консистенцию. У него классная питательная текстура. Подойдет для сухой кожи. Будет укреплять и разглаживать морщинки. Ну что. Мы с вами это сделали. На этом все. Сейчас я буду здесь все это убирать и выбрасывать. Потому что огромное количество пустых баночек лежит передо мной. Пишите в комментариях, какие средства вам понравились. Есть ли у нас совпадения. Что бы вы хотели попробовать. Что хотели бы приобрести. И спасибо вам большое за просмотр. Всем пока.